Приветствую вас, и для начала в любой стратегии вам нужна уверенность в себе, в собственных силах. Вам нужно, чтобы вы отдавали себе отчет в том, что вы можете, что вы из себя представляете. Чего вы достойны, какие у вас сильные стороны, потому что вы только говорите, что вы не конфликтные, и это действительно сильная сторона, то, что вы не сможете справиться в конфликтных ситуациях, это означает не наличие конфликта с вашей стороны, а это означает немножечко другое. Это означает, что в конфликтных ситуациях вы не сможете отстоять свою точку зрения, по сути дела. И вот именно потому, что вы не сможете отстоять свою точку зрения, то есть по мнению ваших работодателей сдадитесь, вот именно поэтому вам и отказывают. И это первое, с чего нужно начать, проработка уверенности в себе. С определением ваших сильных и слабых сторон, с умением пользоваться сильными и слабыми сторонами, с принятием себя, с принятием своих веностатков, значит, с того, чтобы учиться любить себя, уважать себя просто за то, что вы есть, а не за то, что вы что-то там кому-то должны, как это вот ваша мама позиционирует постоянно, да, что сперва вы должны учиться, потом вы должны быть студенткой в вузе, а после этого вы должны работать. Ну, все это идет по такой вот схеме, довольно-таки стандартной для людей, подобных вашей маме, которые считают, что в жизни учеба и работа – это единственная важная вещь. Именно поэтому, собственно, вас все время принуждали, именно поэтому вам все время указывали, именно поэтому вас все время заставляли делать то, что вам, в общем-то, и не нравилось никогда. То есть, первое – это уверенность в себе. Второе – это мотивация, как правильно сказала вам коллега. Только проблема заключается на самом-то деле в том, что человек, который не привык жить своей мотивацией, человек, который не привык жить своими целями, человек, который не привык действовать своими взглядами, и человек, который привык действовать по, ну, я бы не сказал по указке, да, наверное, правильнее было бы сказать не по указке, а правильнее было бы сказать по наводке другого человека, как бы прислушиваясь изначально, с детства, прислушиваясь к тому, что вот говорят другие, говорят ваша мама и так далее, и так далее. Такому человеку очень сложно, очень тяжело действовать самому, потому что когда создают мотивацию, когда тебе создают мотивацию, я не имею в виду конкретно вас, а вообще, когда тебе создают мотивацию, то сложно после этого свою собственную мотивацию как-то реализовывать, а в этой ее попросту нет. И чтобы она появилась, это вот собственная мотивация, нужно время. Время, личное пространство, не обязательно отдельное проживание, нет, именно личное пространство нужного, и нужен, так сказать, ну или предел, или перспектива для личностного развития, личностного проявления, личностной реализации. То есть, чтобы вы могли сделать что-то, что интересно только вам, и чтобы вы привыкали к ощущению того, что вы делаете то, что интересно только вам, а не кому-либо другому, и чтобы вы учились доверять себе. Это вот тоже очень важный момент. Как можно этот вопрос решить? Значит, ну, смотрите, если в первом пункте вопрос с уверенностью в себе решается через представление своих положительных и отрицательных сторон, и направленности деятельности по принятию своих негативных сторон, и по определению некоторых как индивидуальных черт вашей личности, то второе направлено на, скажем так, бытовую личностную изоляцию вас. То есть, это создание личностных границ, как психологических, так и физиологических. То есть, в вашем сознании, безусловно, есть область, куда никому нет доступа, кроме вас, и в вашем физическом пространстве также желательно устроить вот эту вот область, ареал, куда никому не было бы доступа. чтобы там вы чувствовали принадлежащее только самой в себе. И вот в этом пространстве в уединении будет раздаться ваша идея, чего же вы действительно хотите, что вы можете сделать, как вы можете себя реализовать, что вы можете предложить работодателю и так далее. Это второе. Третье. Проблемы с голосовыми связками и то, что ваш голос звучит очень тихо и как бы неприятно, как вы говорите, и звучит он как будто больной. Да? Ответственно, в этом контексте проработка комплексов важных по этому поводу, принятие себя полностью такое. Какая вы действие. Значит, акцент, внимание, не на голосе, а на том, что вы даете людям, на том, чем вы можете быть ценны для людей, что вы можете им предложить в последствии дела. Что опять же вытекает из первого пункта. что вы можете предложить людям и адаптацию своих способностей своих способностей под цели. То есть, наверное, вымется не совсем правильно, потому что получилось так, что я сказал, что вы под свои цели должны подстраиваться. Это неправильно. Наоборот, вы сперва анализируете свои способности. Голос, навыки, интересы, ваши собственные интересы. И после этого думаете, что бы из того, что вы можете из того, что вам интересно, могло бы приносить вам денежные средства. Старайтесь этим заниматься. если ситуация критическая, то можно в таком случае сперва взять вообще любую работу, абсолютно любую, самую простую, либо только были деньги, накопить некоторую сумму отдельно, как вы планируете, что именно вы планируете, вы не написали, но тем не менее. И после этого уже живя отдельно, причем такая сумма нужна, чтобы хватило на 3 или 4 месяца отдельного проживания, чтобы какое-то время вы жили без работы например, или полмесяца без работы жили, да, чтобы у вас было время найти работу, например, допустим, я не веду при условии нелюбимой работы, при условии наличия работы, которая вам вообще не приучит. И после этого за полмесяца вам нужно будет полностью поднять себе ваши ценности, ваши интересы, ваши способности и во всю их реализовывать. То есть по сути дела последним пунктом помимо пронаборки своих комплексов то есть смещение акцента на недостатках, на то, как вы можете использовать то, что у вас есть. Последним пунктом будет идти постановка приоритетов. Что на сегодняшний день вам важнее? Работа или отдельное проживание? Если работа любая, то я имею ввиду работа именно как дело в своей жизни, то тогда конечно можно потерпеть, прождать, поискать, вот, если вы сможете выполнить первый, второй пункт. отдельное если же отдельное проживание, то тогда работа стоит брать любую и просто-напросто ставить себе цель получения денежных средств. Уверен, что вы сможете найти такую работу, где не требовался бы ваш навык общения, не требовалась бы ваша неуверенность или уверенность в себе и так далее. Вот. То есть это восстановка приоритетов. И последний вопрос, который я хотел бы вам дать, завершая свой ответ, вы сказали, вы написали в кавычках, что работодатель вам говорит, что вы не справитесь в конфликтных ситуациях. Вы написали это в кавычках, потому что не согласны с этим и назвали себя неконфликтной. Как бы противовес тому, что вам сказали. Или вы считаете неконфликтность средством для решения конфликтов. Это противоречие стало бы, разрешение этого противоречия стало бы неплохим началом для того, чтобы понимать, какие у вас сильные и какие слабые стороны. здоровья. Вот. Конечно, то, что вы пишете про жизнь с отцом, жизнь с матерью, это, безусловно, негативно воспринимается. То есть, это проблема. Проблема в том, что вы хотите жить без мужчины. Проблема в том, что жизнь с отцом вы воспринимаете как ад, как маленькую смерть и так далее. Это проблема. Но вопрос в том, хотите ли вы эту проблему решать. Если на данный момент у вас нет такой попрекности, то, соответственно, решать вы ее не будете. Хочу сказать только, что без проработки детско-родительских отношений, детско-родительского сценария поведения и без проработки обид на своих родителей, вам будет тяжело достичь тех целей, которые вы себе ставите. И вам будет тяжело добиться того, что вы хотите, ну вот, о чем пишете в своем тексте. А далее сюда искать ваши желания на самом деле. Вот стратегия именно такая. В зависимости от того, как вы подойдете к этой стратегии, насколько вы подойдете к ней грамотно, насколько подойдете к ней вы как-то федантично, насколько вы будете стараться работать над собой и так далее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Нет, какие-то дополнительные вопросы остались. Пишите в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если вы оставите дополнение на мой ответ, или просто дополнение оставите, пожалуйста, напишите мне в личку, чтобы я смог его прочитать и, если что, ответить вам на него еще, потому что извещения о дополнениях не приходят. Желаю вам удачи и всего доброго. . Спасибо. Продолжение следует...